МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире подробности в студии Алексей Лихман. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горг грозит Львову георгиевскими ленточками. Ограбление погони и перестрелки. Два милиционера погибли и есть тяжелораненые. О трагических последствиях истории, которая началась с ограбления автозаправки, подробнее Ольга Рыцарь. В полу второго ночи на эту заправку в Деснянском районе Киева подъехали трое грабители. Они сразу же прострелили руку оператору заправки, которую брал на улице, а после этого ворвались в помещение АЗС. Кассир был за кассой, а мы же должны заправлять машины и уборку робить. Как все происходило, пересказывают работники заправки, которые с утра вышли на смену. Преступники угрожали всех расстрелять, требовали деньги. Двое зашли и забрали кассовый аппарат. Кассу, ну, ящик и долиниться. И броши забрали? Ну, около 800 гривен точно. За Сашу было в кассе? Мы больше не держим ничего. Оператор заправки с простреленной рукой вызвал милиционеров. Патруль, который оказался рядом, сразу же бросился в погоню. Через несколько километров настигли злоумышленников. И завязалась перестрелка. Все произошло практически на глазах у жителей этого дома по улице Милютенко. Проснулись от выстрелов. Выстрелы думали, как всегда, машины жгут. Очень отчетливо, хорошо. Была автоматная очередь слышала. Звук был, честно говоря, гораздо, вот если слушают, как стреляют калашников, то я думал, что это было что-то более крупное. Ну, во всяком случае, такой был звук. Один милиционер погиб на месте. Водитель патруля скончался от ранений в машине скорой. У одного осталось трое детей, у другого двое. Еще трое раненых в тяжелом состоянии в больнице. На этих кадрах видно, что автомобиль милиционеров буквально изрешечен пулями. Гильз 10 валялось, я видел. Очередь с автомата, она очень быстро заканчивается. И они на машине уехали сразу же. Постреляли и уехали. И поехали в сторону туда. На Бойченко там еще добавили. Пока за ними гнались. Патрульные наряды милиции нашли автомобиль злоумышленников. Синий Volkswagen с заклеенным известной аббревиатурой и номерным знаком. Снова была перестрелка, а вскоре министр Аваков написал в фейсбуке. Убийц задержали. Все трое молодые люди. 24, 20 лет, а самому младшему 17. Один из злоумышленников скончался от огнестрельного ранения. Под час их затримания у них по месту проживания было найдено також великую кількість зброи. Гранатомет, выбухівка. На місці події было найдено нашивку правого сектора и батальйону торнадо. Причастні или нет убийцы к указанным организациям еще будут выяснять. Но Арсен Аваков уже сообщил. Задержанные осознали, что это они несколько дней назад обстреляли пост ГАИ в Боковне. Ольга Рыцарь, Владимир Санченко, подробности в телеканал Интер. И в пресс-службе МВД уже заявили, что подозреваемым в расстреле милиционеров в Киеве грозит пожизненное заключение. После трагических событий минувшей ночи Арсен Аваков поручил ГАИ следить за патриотическими наклейками на автономерах. Глава МВД дал указание жестко пресекать использование местознаков регистрации различных надписей, в том числе и тех, где Путина посылают на три буквы. Еще один милиционер-взляточник задержан. На этот раз подполковник милиции, сотрудник одного из райотделов Харьковской области. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Старший следователь райотдела требовал финансовое вознаграждение от подозреваемого. В обмен на 10 тысяч гривен обещал закрыть расследование по факту избиения. Милиционера задержали в момент передачи денег. Он находится в СИЗО, отстранен от должности. Но вот имя его пока не разглашают. Теперь о событиях в зоне АТО. Наш корреспондент Ирина Баглай сегодня побывала в одной из самых горячих точек конфликта в поселке Песке под Донецком. Что там происходит, смотрите ее репортаж. Ее позывной Кнопа, настоящее имя называть не хочет, публичности избегает. Дома ее ждет шестилетний сын. Воевать пошла, чтобы защитить его от тех обстрелов и разрушений, на которые вдоволь насмотрелась здесь, в Песках. На войне и ее три брата. Вот свою маму, которая ждет с фронта, считают настоящим героем. Но тяжело, говорит Кнопа, не столько находиться вдали от семьи и заниматься не женским делом. Не просто доказать, что она ничем не уступает мужчинам. Еще несколько дней назад армейцы могли определить, откуда противник ведет огонь и вовремя укрыться или дать отпор. Теперь у боевиков появилось новое оружие. Боевики ДНР уже которую ночь пытаются прорвать оборону в Песках. Одновременно бьют и по соседним, а в Деевке опытному. Открыто нарушая минские договоренности. В ход пошли уже и грады. Вчера были грады, грады купили. Саушек лупят тоже постоянно. Минометы. Пару дней назад летали где-то, в 2-м числа. Летали где-то штук 6 беспилотников. Ночью все тут снимали. Еще одна хитрость, которую не скроешь на крайней линии, это псевдобои по своим. ДНР-овцы стреляют один по одному. С позиции, то есть из Донецка стреляют по жабячому. Потом ответы свои по своим. В итоге рассказывают, что это все мы делаем. Значит, это лишний повод для того, чтобы открыть по нашим позициям огонь. Вот тут, в напрямку этой лесопосадки, працюют ДРГ противника. Дважды за последние сутки боевики бандгруппировки прорывались на БМП и танках. Атаки удалось отбить. Доходило и до ближних боев. Но артиллерия, с которой разрешено стрелять украинским военным, ответить может максимум на 4 километра. А вот противник установил орудие в 20 километрах от этих позиций и стреляет из жилых районов Донецка, где его не достать. Ирина Баглай, Василий Сачук. Подробности. Телеканал Интер. Ирина Баглай уже готова рассказать о ситуации к этому часу. Ира, здравствуй, ты в эфире. Мы тебя внимательно слушаем. Что ты можешь нам сообщить? Здравствуй, Леша. Боевики уже не скрывают, что свезенная тяжелая военная техника для проведения парада 9 мая будет использована при атаках украинской армии. Об этом они пишут в своих сводках. Также впервые противник признал потери, который понес во время боев в районе Донецкого аэропорта. Правда, количество несколько занижено. По информации от военных, которые непосредственно и отражали атаки со стороны поселка Спартак, где базируется бандформирование Сомали, нашим военным удалось подбить две БМП. И там же были убиты 30 боевиков. Также в районе села Жабуньки армейцы подбили танк боевиков. И противник начал ожесточенно использовать провокационную тактику обстрела в обе стороны. Причем огонь ведут и пожилым кварталам, и населенным пунктам, чтобы деморализовать население и настроить его против украинской армии. Так, буквально сегодня ночью, под обстрелом из самоходных установок боевиков находилось село Карловка. Там уже полгода, как не слышали, взрывов. Само село находится в 26 километрах от Донецка. Ну и это пока что все новости к этому часу. Леша. Спасибо, Ирочка, за работу. Это была моя коллега Ирина Баглая. Она продолжает свою работу в зоне АТО. Другой точкой, очень напряженной сегодня в зоне АТО, является Мариупольское направление. Там работает моя коллега Эльвина Сейдбулаева. Сейчас она собирает всю последнюю информацию и готовится выйти к нам на связь. Все это случится немного позже. Узнаем от нее все самые последние новости из сектора М. Ну а пока поговорим об истории с эвакуацией украинцев из Непала. Она обрастает новыми подробностями, скандальными подробностями. Уже четвертый день самолет стоит в столице Индии и Дели. Его не могут никак отремонтировать. Также оказалось, что главный спасатель страны, Зорин Шкиряк, полетел спасать украинских туристов в Непал, прихватив с собой свою возлюбленную. Как проходит такой неспешный процесс эвакуации, расскажет Вениамин Трубачев. В самолете вышел из строя насос турбины. Необходимую деталь для Ил-76 уже доставили из Украины. Но оказалось, она не подходит. Этот самолет принадлежит Минобороны. В ведомстве уверяют, в ближайшее время все будет работать. Но украинский Ил-76 по-прежнему стоит в аэропорту индийской столицы Дели. Пилоты говорят, самолет в таком состоянии в небо поднимать не рискнут. Необходимо отправлять запчасти повторно. Такая доставка снова займет несколько дней, а потом еще предстоит ремонт. Щойно я разговаривал с пилотом летаку, с командиром экипажа. И он подтвердил то, что летак неполагодженный. А наразе он не может вылететь. И гарантий, что все будет в ближайшие годы, нет. Сам главный спасатель страны Зарян Шкиряк времени не теряет. Накануне он оставил своих коллег в Индии и полетел в Непал на рейсовом самолете. Журналисты, добиравшиеся в Катманду вместе со Шкиряком, говорят, что его сопровождает возлюбленная Екатерина Храмова. На страничке девушки в Фейсбуке много совместных фото. В каком статусе девушка полетела в спасательную операцию за государственные деньги, официально не сообщается. И по последней информации правительство решило отправить в Непал еще один самолет. Это будет чартерный рейс, и уже завтра около сотни украинцев смогут вернуться на родину, если снова что-то не поломается. Пока же в Непале продолжается международная спасательная операция. Продукты и воду в горные поселки доставляют только на вертолетах. После землетрясения многие дороги разрушены или завалены камнями. С воздуха спасатели осматривают и горные тропы. Наши вертолеты вытащили больше двух тысяч людей. Это и непальцы, и граждане других стран. Также мы передали больше двухсот тонн гуманитарной помощи. Судьба еще сотен туристов до сих пор неизвестна. В том числе на связи вышли больше сорока граждан Украины, которые на момент землетрясения находились в Непале. К поиску сегодня подключились и американские военные. Мы будем пытаться спасать людей. Это главное. В первую очередь мы направим свои усилия на поиски пострадавших в отдаленных селениях. Местные жители продолжают разбирать завалы. От многих домов остались одни руины, и люди вынуждены жить в мобильных больницах. Их развернули спасатели из разных стран. Здесь же желающие могут получить медицинскую помощь и перекусить. Есть даже развлекательная программа. Российский флот у Балтийских берегов. Вооруженные силы Латвии заявляют, что в пяти милях от государственной границы заметили два военных корабля и подводную лодку России. Также латвийцы засекли военно-транспортный самолет Ан-22, который совершал полет вблизи границы страны. Еще один околокремлевский скандал в другом балтийском государстве. 38-летний гражданин России арестован за шпионаж в Литве. По сообщениям Департамента госбезопасности страны, сотрудник ФСБ России пытался получить доступ к секретной информации и манипулировать властями в принятии важных решений. Неудавшийся спецагент помещен сейчас под арест сроком на три месяца. Неудачи преследуют и группу кремлевских байкеров, все еще стремящихся просочиться в Европу. О том, куда друг Путина хочет доставить полосатые ленты, где еще интересовались содержимым байкерских косметичек и что о санитарах леса думает в самой России, знает Данил Русаков. Обиженное руководство России требует извинений. Глава мотоклуба «Ночные волки» по фамилии Залдостанов угрожает и дальше. Внимание, это почти цитата. Загнанная в угол трусоватой крысой, которая может взять пистолет и укусить. А на пространствах Евросоюза правоохранители продолжают вылавливать просочившихся прокремлевцев. Группу из 10 человек с пристрастием досмотрели баварские полицейские. Как стало известно, в Германию эти люди попали из Австрии, куда поехали из Словакии. Однако обошлось без задержаний. По данным правоохранителей, досмотренные не являются участниками скандального объединения. В основном это их сторонники, среди которых даже нашелся один австрийец. А вот троих волков накануне задержали в одном из аэропортов Берлина. Тщательно проверили и со всем обмундированием, включая косметички, отправили домой. Попутно даже аннулировали шенгенские визы. Не забывайте, что хирург вдруг Путина. И я думаю, что без разрешения Владимира Владимировича он лишнее слово не скажет. Почему же не делается из-за того, что вот мы берем, куда-нибудь приходим, кладем цветочки. И мы вспоминаем, вспоминаем родных, близких. Мы же на этом не делаем пиар. А Залдостанову все не имется. Непущенный за кордон теперь угрожает доехать аж до Львова. И развесить свои оранжево-черные ленты там. Открытым пока остается вопрос, как именно он это планирует сделать. Ну а тем временем сама история о подвигах тех, кто ассоциирует себя с диким лесным животным, теперь источник для шуток и анекдотов. В России даже целую песню волкам посвятили. Ее исполнил известный своими протестными настроениями актер Михаил Ефремов. Вот в кожу одетый хирург Залдостанов, приказ ему Путиным дать. Боится бесстрашный хирург Залдостанов, что будет в России в Майдане. Напоминанием же о запредельной отваге уже широко известного хирурга Залдостанова служит вот эта фотожаба. В стиле одного из гламурных журналов. Она появилась в интернете сразу после неудачной попытки пересечения польской границы. Разработчики предлагают отважному человеку в коже не расстраиваться, вместо Берлина посетить Сызрань. Ведь на пути к ней он вряд ли встретит какое-либо сопротивление со стороны представителей горячо им любимой кремлевской власти. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. ЧП в немецком Мюнхене. Неизвестные снова осквернили могилу Степана Бандеры. Произошло это предположительно в ночь на субботу. Вандалы красной краской нарисовали на надгробии котвицу. Польский герб, который символизирует борьбу с нацизмом и написали нецензурное слово. Краску уже отмыли, а украинские дипломаты сообщили о случившемся в полицию. В самой же Германии транспортный коллапс. Немецкие железнодорожники объявили самую продолжительную стачку в истории страны. Чем недовольны, расскажет Татьяна Лагунова. Она в Берлине. К тому, что железнодорожники постоянно бастуют, немцы уже привыкли. Но в этот раз профсоюзы переплюнули сами себя. Не выходить на работу машинисты собираются почти неделю или 138 часов. Это рекордная стачка железнодорожников в истории Германии. Грузовые составы уже стоят в депо пассажирские. Пока ходят, но сегодня ночью они тоже остановятся. До утра в воскресенье пассажиры, мягко говоря, начинают терять терпение. Понятно, что речь идет о сотрудниках, которые хотят лучшие условия труда. Но если вспомнить, что за последние 10 месяцев они бастовали уже 7 раз, это немного нервирует. Конфликт между профсоюзом и руководством железной дороги длится почти год. Дойчебан уже пошел на уступки. Пообещал с лета повысить зарплаты машинистам почти на 5%. Плюс выдать единоразовые выплаты в размере 1000 евро. Но профсоюзам этого мало. Они требуют улучшить тарифные соглашения для других коллег. Речь идет о наших основных правах. Мы также хотим защитить интересы всех наших членов. Машинистов, проводников и других. Ну а эксперты тем временем уже подсчитывают убытки. За неделю забастовки экономика Германии может потерять 500 миллионов евро. Возможны перебои с поставками грузов и продуктов. Ну и, конечно, хаос на вокзалах. В СМИ уже звучат призывы к правительству вмешаться в спор и помочь сторонам договориться. Если они сами не могут. Татьяна Лугнова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкая. Бюро телеканала Интер. Это еще не все новости этого понедельника. Смотрите во второй части подробностей. Бои в секторе М. Боевики ведут перекрестный обстрел Широкина. Реконструкция подвига. Во Львове напомнили о легендарных боях 100-летней давности. Российский скандал в Израиле. Во что вылилась стычка полицейских с эфиопским евреем. Снова возвращаемся в зону АТО. Широкина под Мариуполем. Опять под обстрелом. Днем боевики шесть раз открывали по нему огонь. Били из автоматов, пулеметов, гранатометов. Подробнее ситуации Львина Сейдбулаева. Каждый год на майские праздники люди делали себе подарок. Отдыхали в Широкино. Сейчас подарки летят со стороны оккупантов в виде снарядов. А от них одни руины. Этот приморский курортный поселок теперь зона боевых действий. Здесь разбиты крыши, выбиты окна. На дороге, детские игрушки и велосипед. До позиции боевиков отсюда всего несколько сотен метров. Поэтому открытые участки приходится преодолевать быстро. Вот так вот проводим учение. Разное утро. Встаем и бежим. В сопровождение наших военных забегаем в здание. Еще до войны здесь был санаторий. Вот кухня. Сейчас в помещении не узнать. За город сразу же начинаются позиции сепаратистов. Оттуда уже работает снайпер. Поэтому сюда мы можем подойти. А уже выйти за угол нельзя. Здесь сектор простреливается снайпер. Днем парадосийские боевики шесть раз открывали огонь по нашим позициям. Из тяжелого орудия. А накануне использовали и грады. Мы слышали их не раз и они говорили, что готовят грады. Потому что несколько выстрелов было сегодня. Пристрелка градов была. Так что готовимся. Акценты российские, московские, петельские. Крыли 120-м мином. Вот тут церковь. Повнится все. Все дома накрывали. Где-то 2,5-3. Потом пошел працювать АГС. Окупанты пытаются прорваться со всех сторон. Обстреливают и с моря. Однако получают достойный отпор и несут потери. 152-мм самоходные установки работают с юга, с севера в восточный окраин Саханки. Но, по-моему, вчера там одна уже уработалась. Были попытки обстрела с моря и была работа корректировщика. По словам военных, здесь идет война разведчиков, артиллерий и снайперов. Однако позиции в Широхино наша армия оставлять не собирается. Ведь тогда дорога на Мариуполь для боевиков будет отзытой. Ильвина Седбулаева, Игорь Сулий, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. И что сейчас происходит в секторе М? Узнаем у Ильвины Седбулаева. Она с нами на связи. Эля, здравствуй. Боевики все еще продолжают обстрелы? Добрый вечер, Алексей. Обстрелы не прекращались и вечером. Боевики перешли на крупнокалиберное оружие. Это 82-х и запрещенные 120-мм минометы. За день они около 10 раз нарушили режим тишины. Интенсивность обстрелов тут возросла. Еще недавно тут говорили о демилитаризации в Широкино. Окупанты должны были отвезти тяжелое орудие. Однако вместо этого постоянно бьют по нашим позициям. Руководцы АТО говорят, при таком количестве обстрелов речи о демилитаризации не может быть. Также наши военные без особого приказа не собираются отводить войска из Широкино. А вот что касается других направлений, то там относительно спокойно и затишье используют для укрепления обороны. Пока у меня все. Спасибо, Эля. Это была моя коллега Эльвина Сеидбулаева с самыми последними новостями из-под Мариуполя. От операций военных к операциям хирургическим. Как семья беженцев из оккупированного Луганска оказывает помощь мирным черкасам. О перспективном военно-полевом романе в сюжете Станислава Кухарчука. В 8 утра хирург отделения онкологической урологии Роман проводит обход пациентов. Контингент здесь разный, но со всеми доктор пытается найти общий язык. Русская речь время от времени сменяется ломанным украинским. В Черкассе Роман бежал из оккупированного Луганска. Рассказывайте нам, как дела. Пила у нас идут нормально. Доктори очень хорошие. Да? Да, захвалите. Не треба захвалить. Пять лет медбратам и почти столько же хирургам в Луганском областном онкоцентре. Весной прошлого года Роман думал, что война поставит крест на его любимой работе. Но вот он надевает стерильную маску, моет руки и направляется в операционную. Врач снова с пациентами. Монража нет, страха нет, переживания нет. Хирург не должен бояться своих пациентов. В Черкассе Роман приехал вместе с семьей несколько месяцев назад. Опытного хирурга сразу же поставили за операционный стол. Работает почти без выходных. Он сожжил сушку. Не можно гуляться? Координация. Еще его фамилии здесь нет, мы еще не делаем. Пока Роман на операции, заведующий его отделением проводит небольшую экскурсию. Не скрывая гордости, говорит, с переселенцем ему очень повезло. 29-летний хирург имеет опыт сложных операций. При помощи лапароскопической техники удалена была правая почка. Для Черкасс это новая технология, мы это еще не делали. Но теперь, поскольку есть молодой, энергичный доктор. На рабочем столе ноутбука семейные фотографии. Роман их любит пересматривать. Дома его каждый день ждут жена и трехлетний сынишка. Им всем вместе довелось пережить войну, переезды из города в город. Сейчас хирург благодарен судьбе, что она привела его сюда, в Черкассы. Наверное, даже если бы сейчас Украина вернулась бы там, в Луганск, уже бы, наверное, обратно не поехали. Наш выбор, сделали такой выбор. Жена Романа тоже врач, но детский. Пока она сидит с малышом и активно ищет работу. Семья переселенцев уже твердо решила создать свой новый дом здесь. Максим Кошлев, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. Уличные беспорядки в Тель-Авиве. Кто за что и с какими требованиями поднял руку на полицейских? Все подробности у нашего израильского сапкора Сергея Ауслендера. Все основные перекрестки страны под охраной усиленных нарядов полиции и спецназов. В наиболее проблемных районах дежурят водометы и конные патрули. Власти объявили, что не допустят повторения событий в Тель-Авиве. Около 70 пострадавших, десятки арестованных. Столкновения израильских эфиопов с полицией переросли в настоящее уличное сражение, которое бушевало прямо в центре Тель-Авива несколько часов. Демонстранты забрасывали стражей порядка камнями и бутылками, дрались арматурой и палками, в ответ летели шумовые гранаты и слезоточивый газ. А весь цирбор из-за этого случая. Вот кадры с камеры наблюдения. Из-за подозрительного предмета полицейские перекрыли улицу, и когда солдат эфиоп попросил пропустить его, набросились на военного и жестоко избили. Лишь видеозапись, на которой прекрасно видно, кто был зачинщиком драки, спасла солдата от суда и тюрьмы. Ему уже принесли извинения, а премьер-министр встречался с бойцом лично. Я был просто шокирован произошедшим. То, что случилось, совершенно неприемлемо. Полиция расследует этот случай, и мы обязаны изменить ситуацию. Реакция властей явно запоздала. Джин недовольства вырвался из бутылки, и загнать его туда пока не получается. К эфиопам присоединились анархисты, и крайне левые это грозит стране более серьезными социальными потрясениями. Вспомнили даже площадь Тахрир, события на которой начались именно из-за полицейского произвола. Генеральный инспектор полиции принял решение полицейского, который участвовал в этом случае, уволить его из полиции. Он был уволен. Далее следствие по его делу. Его дело передано отделу, который расследует право нарушения полицейских. И будем дальше смотреть, как это все закончится. Первые эфиопы, которых признали евреями, прибыли в еврейское государство в середине 70-х. В 91-м году, в разгар войны в Эфиопии, в результате блестящей операции израильских спецслужб, десятки тысяч эфиопских евреев-фалаши были спасены от расправы и переправлены в Израиль. Обвинения в расизме против израильских властей звучали с момента их прибытия в страну. Медиков обвинили, например, в использовании запрещенных препаратов, после которых эфиопские женщины могли оставаться бесплодными. Есть во всей этой истории нечто, что заставляет сочувствовать израильским эфиопам. Вот хотя бы такой факт. Их в 10 раз меньше, чем выходцев из бывшего Советского Союза. У них нет своих телеканалов, среди них нет видных политиков, министров, олигархов или ученых. Но никогда в истории этой страны не было случая, чтобы из-за избитого полицейскими солдата русские вышли на улицы и потребовали справедливости. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Выборы Великобритании глазами украинцев. Тысячи наших соотечественников пойдут четверг на избирательные участки и голосовать за депутатов британского парламента. А чем руководствуются в своем выборе? Светлана Чернецкая из Лондона. Для киевлянки Ирина это будут первые британские выборы, на которых она сможет проголосовать. Поэтому отнеслась к ним со всей серьезностью. Изучила политические программы партии, сравнила обещания. Пока привлекательнее других кажутся консерваторы. Они сменили правительство лейбористов после мирового финансового кризиса. Большинь Европы были в схожей экономической позиции. Я считаю, что британский уряд на этот час, они сделали наиболее дальше программы. Поэтому, в принципе, этой партии я бы доверила. В Великобританию Ирина приехала 12 лет назад. Сейчас вместе с мужем-французом воспитывает двух дочерей, активно следит за событиями на родине и за тем, как на них реагируют здешние политики. Никакой партии не говорит, что они что-то кардинально и другое сделают. Львовянин Роман с Ириной согласен. По большому счету, в любом случае, внешняя политика страны останется неизменной. Но он уверен, правительство, то есть консерваторы, могли сделать больше. И Роман, и его жена итальянка, медики, воспитывают троих детей. И поэтому поддерживают тех, кто обещает уменьшить взносы в университеты и улучшить систему здравоохранения. Пока привлекательнее других кажутся лейбористы. Дети Романа тоже определились. Они за зеленых. Выборы – главная тема и в британских школах. Политика партии ЮКИП по отношению к России не очень уместна, потому что Великобритания в целом пытается сократить контакты с Россией. И с ребенком сложно не согласиться. ЮКИП – партия независимости Великобритании – единственная, кто верит, что отношения с Россией портить не стоит. Чтобы не было неожиданных заявлений после выборов, Союз Украинцев Великобритании запустил масштабный проект. Напиши письмо своему кандидату. Его цель – узнать позицию каждого баллотирующегося по Украине и России. Украинцы массово откликнулись и по большинству округов в стране получили ответы кандидатов. Анализирует их британец украинского происхождения. Ситуация в Украине, очевидно, вызвала потребу, чтобы порушить вопросы Украины, оскільки для нас это очень важно, чтобы черговые депутаты в британском парламенте не сгубились с точки зрения ситуации в Украине и каким образом допомогти. Многие кандидаты выступают за усиление санкций против России. Не исключают вооружение Украины и требуют наказать виновных за рейс MH17. Все ответы СУБ сохранит и напомнит о них, когда политики станут членами британского парламента. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Майские мытарства Липенов. То Фемен активничает, то глава семейства начинает чудить, да, так, что его из родной партии погнать собрались. А вот последнее событие еще раз показали, почему партию называют маргинальной. Все подробности у Софии Гордиенко, нашего европейского корреспондента. В день трудящихся националисты потрудились на славу ультраправых. Традиционно собравшихся на пляс Делюпера у памятника Жанни Дарк встретили обнаженные барышни. Одни на балконе отеля с лозунгом «Лайль Марин». Особо отчаянные пробрались в столпу и были тут же схвачены. Пока собравшиеся любовались дамами, на сцене стояла рассерянная Марин Липен. Ее маевка не удалась. Мало того, что контрреволюция на балконах, так еще и накомыслие в семье. Папа лично вышел на сцену в красном плаще и стал махать руками. Хотя его об этом никто не просил. Но не меньше резонанс вызвало то, как вели себя почитатели фронта. На этих кадрах националисты врываются на балкон к зигующим фемен. Методы у них вовсе не джентльменские. Но и это не все. Журналисты самого ироничного и популярного канала «Плюс» тоже попали под раздачу. Причем нападали не только простые пролетарии, но и депутат Европарламента Бруно Гольнич тоже пытался приложиться к прессе зонтом. Позже Седовлас и Фронтовик скажут. Журналисты сами напросились. Ваши коллеги с канала «Плюс» это провокаторы. Они специально используют микрофоны, чтобы записывать частные разговоры политиков. Вот я зонтом пытался этот микрофон достать. В общем-то получилось так, что на майский нацфронт показал себя во всей красе. И даже сегодняшние заявления папы Липена о том, что может он вскоре покинет партию, особо никого не шокирует. Потому что шок вызывают сами члены партии друзей Путина. Каков царь, такой и писарь, гласит известная пословица. Это значит, что даже если найдут и идентифицируют всех нападающих, отвечать придется организаторам и лидерам. Потому что не захотели или не смогли урезонить своих почитателей. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности, Европейское бюро телеканала «Интер». Как назвали наследницу британского престола? Какие подарки принцессе готовят в Австралии и Британии? И чем закончились попытки культуриста из Бразилии стать похожим на Халка из комиксов? Посмотрите в нашем обзоре. Шарлотта Елизавета Диана. Вот такое тройное имя получила дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Имя торжественно огласили в Кенсингтонском дворце. Девочка будет носить титул принцессы Кембриджской и станет четвертой в очереди на престол после деда, отца и брата. Правительство Австралии срочно выделит почти 8 тысяч евро на изучение горных посумов. Непредвиденные расходы связаны с рождением дочери у герцогини Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Австралийский премьер Тони Эббетт очень рассчитывает, что когда-то принцесса побывает на зеленом континенте и подержит на руках зверушку. Сейчас этот вид на грани вымирания. Наследницы британского престола уже подарили одеяло из мериносовой шерсти танкорунных овец, которых разводят в Австралии. В самой Великобритании в честь рождения принцессы отчеканили новую монету номиналом в 5 фунтов. На Аверсе портреты Елизаветы II, на Реверсе знаки королевской власти с подписью «В честь рождения второго ребенка». Всего изготовили 400 таких монет. Одна часть из серебра, вторая из золота 916-й пробы. Каждая монета стоит почти 2500 евро. В столице Колумбии похищено первое издание романа «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. Уникальный экземпляр представили на международной книжной ярмарке, посвященной Маркесу. Он умер в прошлом году. Там неизвестны и украли книгу. Раритет оценивают в 60 тысяч долларов, но его владелец убеждает, книга бесценна. Швейцарские банки провели ревизию счетов, открытых за последние полвека. Оказалось, тысячи из них не востребованы. Ими не пользовались с момента открытия. Ревизия в банках вынужденная. Власти хотят раскрыть сведения о деньгах бывших руководителей нацистской Германии. Пока под подозрение попал только один счет. Некий немец положил на него в 1940 году тысячу швейцарских франков. Бодибилдер из Бразилии Ромарио Досантус Алваш чуть не лишился своих накаченных рук. Бывший телохранитель так хотел быть похожим на героя комиксов Халка, что водил в мышцы коктейль из масла и алкоголя. Думал, так бицепсы будут расти быстрее. В итоге горе спортсмена срочно госпитализировали. Врачи даже пригрозили ампутацией, но операции удалось избежать. Алваш уже пообещал супруге оставить свои эксперименты с наращиванием мышц. О чем не писали в советских учебниках истории. Бои за форпост в Карпатах с участием украинских сечевых стрельцов ровно 100 лет назад. Как защищали гору Маковка весной 15-го года, реконструкцию боя видели наши корреспонденты. Военные салюты, возложение цветов к мемориалу погибшим сечевым стрельцам. Это дань памяти украинцам, павшим от пуль солдат имперской российской армии. Почти сотня украинских легионеров похоронена здесь, на склонах трехглавой горы Маковка. Они в составе австро-венгерских войск защищали от московитов Европу, задержав продвижение противника на 60 суток. Гора Маковка, которая играла очень важную роль, потому что это было окно в Европу. Они взяли бы Маковку, считайте, что они уже были бы захоплены и пошли дальше в Европу. На помощь пришли украинские сечевые стрельцы. Саме звезды была та точка повернения, когда погнали российские войска на Схид. Понимаете? Переломный момент в Первой святой войне. В начале 20 века, когда распадались империи, жители Галиции мечтали о независимом государстве и собирали собственную армию. В начале Первой мировой войны из добровольцев сформировали легион украинских сечевых стрельцов. Они шли на площадку, на вокзал в Стрею, где австрийские вояки, которые ехали уже с битв, раненые, но они имели оружие. Они купили эту оружие. Хочется, это был легион сечевых стрельцов австрийской армии, но они себя рисовали полностью украинским войском. На меня форма офицера австрийской армии. Такие формы одягали украинцы. У меня форма немецкой армии Первой святой войны. Хотя в винтовках холостые патроны, это все-таки настоящее огнестрельное оружие. Инструктаж обязательен. Но бои есть старые, и капсуля могут иметь запизданное. И то пострел может отбудеться в тот момент, когда вы будете перезаряжать войск. И вот начинается бой. Все очень натурально. Выстрелы, крики, а вот и потери среди сечевых стрельцов. Попытка обойти россиян с фланга оказалась неудачной, и легионеры идут в стыковую атаку. И, как и сто лет назад, побеждают защищенного баррикадами противника. Ну а ребятня, пользуясь тем, что участники боя позируют фотографом, собирают трофеи, гильзы. Реконструкторы говорят, могли бы организовать более масштабное зрелище. Но почти три членов военно-исторического клуба «Память» сейчас сражаются по-настоящему на фронтах в АТО. А многим из участников этого сражения предстоит отправиться туда в ближайшее время. Ирина Исаченко, Юрий Голубенко, телеканал «Интер», Львовская область. Вот таким выдался этот понедельник. Я благодарю вас за внимание. До встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин